Всем привет! Как часто у вас бывает такое, что на просторах интернета вы видите рекламу, которая для вас уже не актуальна? Допустим, вы действительно интересовались этим товаром, но уже купили его на другом сайте, или же, например, вы уже изучали сайт рекламодателя и решили, что заказывать там ничего не будет. Ну или же наоборот, вы являетесь тем самым рекламодателем, которому нужно сообщать, например, о новых скидках, акциях своим потенциальным клиентам, но делать это ненавязчиво. Меня зовут Алена Полюхович, и сегодня мы с вами рассмотрим один из самых популярных инструментов в интернет-маркетинге — это Яндекс.Аудитории. Я расскажу, что это такое, зачем это нужно, как применять, как создавать сегменты, и какие из этих сегментов полезны, и какие, наоборот, стоит исключить. Инструмент, при помощи которого мы можем создавать собственные списки аудитории, на которые будем показывать дальше рекламу. Раньше Яндекс.Аудитории выводились через сегмент, через Яндекс.Директ, но сейчас Яндекс.Аудитории стали отдельным инструментом в Яндекс.Директе, его вынесли отдельно и добавили в нем новые функции. Славно. Зачем вообще нужны Яндекс.Аудитории? В классическом варианте мы настраиваем рекламные кампании на ключи и создаем ретаргетинг. Но с развитием рекламно-медийных кампаний, РСЯ так называемых кампаний, возможности таргетинга растет просто с каждым годом, и сейчас у нас могут просто разбежаться глаза, когда мы попадаем в рекламный кабинет, что же нам выбрать, как настраивать нам вообще рекламную кампанию, столько всего, столько всевозможных форматов, с разными форматами оплаты, оплаты за клик, за показы, графические баннеры, обычные поисковые кампании. То есть реально нужно посидеть и подумать. Но благодаря такому разнообразию мы можем, конечно же, выбрать инструментарий, которые подходят именно вашему типу бизнеса. Например, яркий пример, у вас есть кампания, которая находится оффлайн и прекрасно себя чувствует. У вас есть большая клиентская база, и вы хотите сообщать своим клиентам о ваших действующих скидках или же акциях. Но делать вам нужно это ненавязчиво, вы не хотите спамить имейлами или не хотите забрасывать клиента в сообщениями в WhatsApp. И вот здесь на помощь приходят как раз-таки Яндекс.Аудитории. Итак, для начала я вам покажу первый способ, первый сегмент, который можно создать при помощи Яндекс.Аудитории. Во-первых, Яндекс.Аудитории находится в самом директе, вот здесь нажимаете на три линии, и вы попадаете в Яндекс.Аудитории. Дальше вам нужно создать сегмент. Находите, клацаете сюда, и вот мы начнем с самого начала данные CRM. Вы называете свой сегмент, как хотите. Дальше вы можете поставить галочку, например, хешированные данные. Вот здесь почитать такую небольшую справочку. Хешированный файл вы загружаете, если хотите передать этот файл агентству, который будет настраивать вам непосредственно рекламу, для того, чтобы агентство не воспользовалось в личных целях вашей имейл-базы. Ну и, конечно, вы можете загрузить не хешированный файл. Вот здесь вы можете перейти на справку и почитать более подробнее о требованиях к файлам, например, какое расширение применяется, максимальный размер, кодировка, формат записей, айди мобильных устройств. Вы можете изучить это более детально именно перед тем, как вообще заливать какой-либо файл. С помощью этого сегмента вы с легкостью можете настроить рекламу именно на нужную вам целевую аудиторию, потому что она у вас уже есть, как бы, и вы уже ее знаете, соответственно, реклама будет именно попадать в яблочко, в точку, потому что вы знаете, что этой целевой аудитории нужно и что ей лучше показывать. И вот здесь возникает вопрос, почему же, если это так действительно легко и просто, вы можете действительно показывать нужную рекламу, которая практически 100% сработает на нужную целевую аудиторию, почему же мало кто так делает или же никто не заказывает эту услугу? Все очень просто. Во-первых, конечно же, об этом мало кто знает. Во-вторых, не принято передавать свою email-базу чужим агентствам в целях своей же собственной безопасности. И именно поэтому лучше всего настраивать это самостоятельно, этот сегмент, на своем собственном аккаунте, а не на аккаунте, который вам создает, например, рекламное агентство. Ну и, конечно же, третья причина, это то, что у вас вообще должна быть эта самая email-база, причем она должна быть обширная и она должна быть собрана абсолютно легально. Данный метод также отлично подойдет, если вы, например, потеряли счетчик метрики, и вы должны сейчас прям срочно настроить рекламную кампанию, но ретаргетинг, соответственно, запустить не получается. Тогда вы всегда можете воспользоваться именно этим методом, именно этой Яндекс.Аудитории. Следующий сегмент подойдет для немногочисленной группы рекламодателей, у которых есть мобильное приложение и которые его продвигают. И называется это сегмент ID мобильных устройств. Вы также можете почитать здесь более подробнее о требованиях к файлам, как его залить, этот файл. И также можете делать тоже хэшированный файл или же не хэшированный файл на ваш выбор. Данные ID мобильных устройств это те именно ID, которые как-то взаимодействовали с вашим приложением. И вытащить такие ID можно при помощи специальных сервисов аналитики для мобильных устройств и мобильных приложений. Одно из таких это AppMetrica. У нас в нашем случае нет никакого приложения, но если у вас есть мобильное приложение, вы хотите его продвигать, я советую присмотреться именно к AppMetrica, попробовать запустить себе демо-версию и попробовать посмотреть рекламную аналитику, какие настройки здесь есть, достаточно популярное приложение. Итак, продолжаем. Дальше. У вас есть, например, миллион загрузок вашего приложения, допустим, какой-то игры. Из этого миллиона загрузок именно 500 тысяч человек воспользовались прохождением, так скажем, демо-версии игры, прохождением обучения. И дальше из этих 500 тысяч всего лишь 100 тысяч действительно разблокировали приложение полностью, то есть полностью купили вашу игру. С помощью вот этой вот аналитики мобильного устройства вы можете с легкостью вытащить ID тех пользователей, которые, например, продвинулись в обучение в игре, то есть прошли демо-версию, но не купили ваше мобильное приложение. Ну и, соответственно, настроить на них компанию ретаргетинга, например, с какой-нибудь красивой скидкой, разблокируя полную игру по суперцене со скидкой, там, не знаю, 80% в честь нового года. Ну, третий вариант, это самый популярный вариант сегментов, он на основе данных Яндекс.Метрики состоит, и здесь просто огромнейший инструментарий, все зависит просто от вашей фантазии, вы можете создавать сегменты, комбинировать между собой так, как вам нужно, так, как вы хотите. Вот по поводу количества вообще сегментов, которые можно создать, по поводу количества комбинаций, можно написать целую огромную книгу, но мы с вами сегодня остановимся на самых популярных вариантах. Ну и, конечно, напоминаю вам, что лучше всего все делать на одном аккаунте Яндекс.Метрика, чтобы была на том же аккаунте, на котором у вас находится Яндекс.Директ, для того, чтобы вы легко могли импортировать в Яндекс.Аудитории ваши сегменты, с которыми вы будете в дальнейшем работать. Так, для того, чтобы создать сегмент, во-первых, кстати, у вас должен быть доступ на редактирование в Яндекс.Метрику, это прям обязательное условие, иначе вы просто не сможете сохранить сегмент. Во-вторых, сегменты делаются через отчеты, есть стандартные отчеты, которые мы разберем с вами чуть-чуть позже, но вы также можете создавать сегменты, которые у вас уже есть, например, готовые сегменты. Вот здесь готовые сегменты можно выбрать, либо недавно использованные условия, например, либо сегменты, которые вы уже сохраняли, к примеру. Вот здесь есть все возможные варианты. Ну, а если вы еще ничего не делали из этого, или же просто хотите создать новые условия, новый сегмент, тогда необходимо создавать с помощью отчетов стандартных новый сегмент. Ну, и обратите внимание, что вот здесь вот у нас есть два плюсика, визиты в которых и для людей у которых. И эти два плюсика добавляются по принципу И, то есть каждый раз, когда вы добавляете новые условия, тем самым вы сужаете аудиторию. И большинство условий можно добавить в формате включить или же исключить. Таким образом вы можете включить поисковый трафик и, например, исключить рекламный трафик. Выглядит это вот так вот, видите, здесь включить и исключить. Например, вы можете исключить переходы по рекламе. В-третьих, вот эти вот два плюсика, они созданы для того, чтобы разделить способы, по которым мы будем сортировать наш трафик. Первый плюс касается конкретно визита, а второй плюс касается именно конкретно характеристик пользователя по этому визиту. Например, в первом варианте вы можете настроить таргетинг только на поисковый трафик, как догонялку тем, кто переходил на ваш сайт только из поиска. И вы можете, выбираем, например, тип источника, прямые заходы, да, и вы можете исключить тех людей, которые переходили по, например, рекламе. Естественно, вы выбираете здесь период времени, за которым вы хотите это посмотреть. Там сегодня, вчера, неделя, месяц, квартал или год, или же любую другую дату. Выбираете детализацию по дням, и после этого вы можете просто сохранить этот сегмент, нажимая сохранить как, и называете этот сегмент, чтобы вам было понятно, что же это за сегмент. Вторым вариантом вы можете исключить отказы. И как это сделать? Ну, естественно, мы берем переход в визиты, в которых выбираем отказы, применяем. И, конечно, нам нужно учесть трафик из поисковых систем. Поэтому ищем тип источника. И выбираем переход из поисковых систем. Сохраняем. Ну и, естественно, можем сохранить сегмент, нажав на кнопочку «Сохранить как». Зачем нужен этот сегмент? Таким образом, с помощью него вы можете отсечь полностью всех ботов, которые просто так кликали по вашей рекламе, и сосредоточиться на релевантной аудитории. Потому что, если пользователь проводил на вашем сайте менее 15 секунд, ну, навряд ли он настроен на покупку у вас чего-либо и хочет что-либо у вас купить. Поэтому вы тем самым сохраните просто себе же рекламный бюджет и не будете тратить его на нерелевантную аудиторию, либо же вообще просто на склики, тех людей, которые у вас скликивают, просто на ботов. Следующий вариант достаточно самый, один из самых простых, самых популярных. Это сосредоточиться на нужной операционной системе. Выбираем визиты в которых, выбираем операционные системы и выбираем нужную нам, например, iOS, к примеру. И также нажимаем «Применить» и «Сохранить» дальше, как обычно. Очень удобно использовать этот сегмент, потому что, например, таким образом вы можете сосредоточиться на более платежеспособной аудитории. Потому что, как все мы знаем, например, пользователи именно iOS, они чуть-чуть более склонны к покупкам. Ну и в целом, если вы знаете, например, что вашей рекламой больше интересуются пользователи, которые используют ту или иную операционную систему, конечно же, лучше всего скорректировать ставки и увеличить бюджет именно на них. Способ номер три. Например, у вас есть несколько страниц, где написаны ваши тарифы, сравнения тарифов, условия работы и так далее. Чаще всего это не интернет-магазины, а именно сайты-услуг B2B или же онлайн-сервисов. И если для отслеживания конверсии вам бессмысленно создавать конверсию «Посетил страницу», то вы можете создать определенный сегмент, куда вы перечислите сразу все страницы, которые хотите отслеживать, и назовете его, например, «Посещал мои коммерческие страницы». И сможете настроить рекламу, которая будет догонять именно этих людей, которые заходили на именно конкретно эти страницы, изучали, например, ваши тарифы. И, допустим, это очень хорошо подойдет для бизнеса, который связан с продажей квартир. Для того, чтобы создать такой сегмент, вам необходимо нажать на «Просмотр URL» или выбрать «Просмотр URL» и перечислить здесь полностью все страницы, которые вам необходимы. Если же у вас настроена электронная коммерция, тогда вы можете спокойно создавать любой из перечисленных вариантов сегментов. Это и «Просмотренные товары», и «Товары в корзине», «Заказанные товары», «Стоимость единицы товара», даже «Промокод товара», «Промокод покупки» или же «Сумма покупки» и так далее. Ну, конечно, один из самых наиболее популярных сегментов – это «Брошенная корзина». Для этого мы переходим «Добавленные товары», «Добавленные в корзину» создаем. «Добавленные товары», «Добавленные в корзину», выбираем «Больше нуля» и выбираем «Купленных товаров», «Купленных» здесь меньше единицы. И таким образом мы можем сделать догоняющую рекламу на тех пользователей, которые добавили товары в корзину на нашем сайте, но по каким-то причинам решили не оформлять заказ. Если же вы работаете в высококонкурентном сегменте, или же ваш продукт достаточно малоизвестен, или же наоборот он очень нишевый, но бросает вызов уже существующим решениям на рынке, вам точно подойдет следующий способ. Например, вы разработали какой-то платный инструмент с гибкой тарификацией, например, пусть это будет обработка фотографий для Instagram. Ну, понятное дело, что подобных сервисов существует уже просто миллион. И, конечно, делать рекламу просто по запросу «Обработка фотографий онлайн» – это как стрелять пушкой по воробьям. Вам нужна именно та аудитория, которая заинтересована именно вашим сайтом, именно конкретно вашим продуктом, а не просто зашла на ваш сайт и сразу же из него вышла. Если вы будете делать обычную классическую поисковую рекламу по запросу «Обработка фотографий онлайн», то вы просто сольете весь свой бюджет. И это не принесет вам никакой конверсии. А если вы будете делать ретаргетинг, то конверсии будут, конечно, но они будут единичные, скорее всего, и по очень большой стоимости. Поэтому это точно не вариант. Рецепт раскрутки таких сайтов следующий. Вы создаете обязательно свой блог, составляете контент-план, пишете статьи, делаете гостевой постинг на статьи ваши, на ваш блог. И ваша цель – это органический трафик, раскрутка вашего блога, чтобы он начал ранжироваться и приносить вам органический трафик. В своих статьях, которые вы пишете, вы пытаетесь максимально решить проблему, которую заявили в заголовке вашей статьи, и решаете эту проблему при помощи вашего сервиса, который, соответственно, вы продаете. И после того, как ваш блог начнет получить органический трафик, вы можете монетизировать его при помощи, опять-таки, сегмента Яндекс.Аудитории. В аудитории выбираем контент, и вот количество просмотров материалов глубина, скролла материалов глубина, до чтения материалов. И время чтения – это вот все то, что вам подойдет, и на что можно настроить потом сегмент. А соединим этот метод сегментирования с методом, которым я рассказывала в способе 3, то есть там, где мы перечисляем все нужные нам URL страниц, которые посетил пользователь, мы тем самым сосредоточимся на аудитории, которая почитала именно нужные нам статьи, то есть не какие-то рандомные статьи из блога, или там какую-то одну статью, да, а только те статьи, которые нам важны. Ну, понятное дело, что такой способ не подойдет только-только для молодых начинающих сайтов и сайтов, у которых только начали заниматься SEO. Но, если вы, например, продаете какие-то курсы, тренинги, то этот способ просто супер для вас, как раз потому, что это гораздо лучше настраивать рекламу на ту аудиторию, которая уже о вас знает гораздо больше, которая уже интересуется, как бы вам интересуется вашими товарами, услугами, знает кто вы, что вы, читала ваши статьи и так далее, чем просто настраивать рекламу на пользователя, который просто когда-то где-то там что-то слышал о вас. Также этот метод очень часто используется, как завершающая воронка в контент-маркетинге. Следующий метод подойдет для крупных интернет-магазинов, которые продают абсолютно все и вся. У вас, например, огромный интернет-магазин, вам нужно настраивать рекламу на разные категории, ну и, соответственно, интересы у аудитории тоже будут разные, и для каждой компании вы можете использовать разные методы корректировки ставок в зависимости от аудитории. Вы выбираете вот здесь для людей, у которых выбираете интересы, и вот здесь у нас перечислено просто огромное количество интересов, которые можно включить. Например, для людей, которые интересуются красотой, грубо говоря, вы можете настроить рекламу на аудиторию по продаже фенов. Следующий способ, если вы хотите настроить рекламу на тех людей, которые, например, воспользовались бесплатной версией, которую вы продвигали по акции, а эту акцию вы, например, продвигали именно в социальной сети, допустим, ВКонтакте. Таким образом, вы с легкостью сможете настроить рекламу на тех пользователей, которые находили вашу акцию ВКонтакте, и настроить конкретно только на них при помощи первого источника трафика. Выбирайте для людей, у которых первый источник трафика, и выбирайте социальные сети, и вот здесь можете выбрать ВКонтакте. И таким образом вы исключите любых других пользователей за счет того, что отсортируете людей по первому источнику трафика. На самом деле вариантов вообще настраивать первый источник трафика здесь просто огромное количество, как вы можете видеть. И все зависит, конечно же, от ваших целей. Ну а как же нам исключить ту аудиторию, которая постоянно кликает на нашу рекламу, переходит на наш сайт, но ничего не покупает? Такая аудитория существует, существует ее достаточно много, и не обязательно это люди, которые намеренно вас кликивают. В таком случае нам необходимо будет сделать составную аудиторию, выбрать один из визитов, где один из источников трафика рекламной системы. Выбираем для людей, у которых один из источников трафика рекламная система, и включаем Яндекс Директ. Яндекс Директ не определено, применяем. И вторым мы выбираем количество визитов на сайте. Так, количество. И здесь мы выбираем, я не знаю, например, пять раз, да, и применяем. Таким образом, можно сегментировать аудиторию, которая слишком часто ходит на ваш сайт, и именно по рекламе, но ничего там не делает, ничего не заказывает, и вообще проводит мало времени. И дополнительно можно усилить этот сегмент, скрывая людей, которые не совершали конверсию на вашем сайте за какой-то период времени, например. Ну и аналогично можно настроить антискликивание по этому же принципу. Для того, чтобы настроить антискликивание, нам необходимо будет перейти в посетителей, выбрать больше одного визита. Количество визитов здесь выбираем больше, естественно, больше, и задаем цифру, ну, допустим, больше одного. Нажимаем применить, и обязательно выбираем приходили по рекламе. Вот, ну, здесь, конечно, не больше одного, там больше шести раз, например. Ну, вы тут сами выбираете, конечно. И вот здесь еще вы можете выбрать за отчетный период времени, либо же выбрать конкретный там период, конкретные там даты, например, да, и сохранить этот сегмент. Ну, конечно, это работает не в 100% случаев, но, тем не менее, какую-то часть скликивающих сможет вам отсеять. Как вы видите, при помощи метрики можно создавать просто огромное количество сегментов, которые можно использовать для корректировки ставок и даже для таргетинга. Чтобы использовать их, ну, в качестве таргетинга, эти сегменты, вы можете это использовать только в баннерных компаниях, в компаниях РСЯ. Ну, а как корректировку ставок вы можете использовать ее, в принципе, в любой из видов и типов компаний, уменьшая или увеличивая ставку на тот или иной нужный нам сегмент аудитории. Следующий сегмент можно создать при помощи геолокации. И здесь, на самом деле, огромное поле для таргетинга. Вы можете, например, настроиться на людей, которые посещали, например, определенные торговые центры в вашем городе. Или же вы можете настроиться на жителей каких-то маленьких городов, которых, как правило, даже нет в списке Яндекс.Директа, когда вы настраиваете обычную компанию. Или же вы можете настроиться на жителей спальных районов вашего города, да, какого-то определенного. Или же на людей, которые посещали определенное количество времени какой-то пункт. И вы здесь просто нажимаете добавить местоположение, найти, прописываете адрес. Правда, вам нужно смотреть именно на ту часть карты, где вы хотите искать. Например, если я хочу найти какой-то адрес в Москве, то мне нужно найти непосредственно для начала на карте Москву и смотреть на нее вот здесь по карте. Потому что адрес, который вы вводите, он просто будет искаться по той точке, на которую вот вы здесь, здесь, с правой стороны смотрите. Вот нажимаете и точка добавлена в ваше местоположение. Называете как-то эту аудиторию, жители улицы Братской, например. Здесь вы можете выбрать радиус, который вам нужен. И аудитория здесь вы можете выбрать, как я уже сказала, либо же живет, работает, регулярно посещает, или сейчас находится, или была в этом месте там сколько-то там дней за неделю. И создаете сегмент. После того, как вы создадите этот сегмент, то будет небольшая модерация, которая может длиться там, например, пару часов. И после этого вам сегмент этот станет доступен, и вы можете использовать его в своих компаниях. Так, следующий сегмент, который мы можем создать, это пиксель Яндекс Аудитории. В любом графическом объявлении вы можете настроить, добавить пиксель, который будет отслеживать. А это значит, что вы сможете настроить рекламу на тех пользователей, которые уже видели ваше объявление, тот, кто видел ваш баннер, например. А затем настроите догоняющую рекламу на них на основе пикселя. Вот здесь есть справка про пиксель, которую можно почитать, как его создать, установить, как управлять пикселем. И вот также в Яндекс.Справке можно почитать более подробно о сегменте на основе пикселя, так же, как его создать и зачем он нужен. Подойдет это тем, кто настраивает многоуровневые компании с корректировкой ставок для тех, кто видел уже рекламное объявление. Например, если вы продаете квартиры, или же, например, если вы дорабатываете люксовые авто, к примеру. Вы можете изначально настроить баннер на поиски тех людей, кто видел ваше объявление по пикселю, а затем на оставшейся компании сделать корректировки ставок на повышение ставки для тех, кто уже попадал в этот ваш сегмент, кто уже видел ваше объявление. Формально это дополнительный способ в Яндекс.Директе использовать аудиторию показа, которую до этого никто еще не делал. Сам код пикселя можно установить в отслеживании баннеров в медийных объявлениях, чтобы четко отслеживать аудиторию, которая баннер увидела, потому что часто баннер может находиться внизу страницы, и пользователь может не успеть просто его заметить. Данный метод, конечно, менее всего популярен из всех сегментов аудитории, но он является основой для настройки именно имиджевых компаний. Сам код может быть установлен не только на сам баннер, но также на любые другие баннеры, которые могут быть на других службах, и даже на вашем собственном сайте. Оставшиеся два сегмента провайдеры данных и опросы в Яндекс.Дзгляде, которые, как мы видим, находятся пока что в бета-тестировании, не сильно пользуются популярностью, информации о них не так много. Какими пользоваться, в целом в теории в Яндекс.Справке все изложено неплохо, но поделиться мне с вами здесь нечем. Если же вы пробовали какой-то из этих сегментов, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, мне будет интересно действительно послушать, как вы это использовали и каким результатом это привело. На этом у меня все, я желаю вам хороших продаж. Если у вас остались какие-то вопросы, комментарии, обязательно задавайте их в комментариях, пишите свои комментарии, было ли полезно вам это видео. Конечно же, не забывайте подписываться, ставить лайки, обязательно ставьте уведомления на наши новые видео, вступайте в нашу телеграм-группу, потому что у нас там проходит всегда живое общение между участниками. Также слушайте наши аудиоподкасты и приходите, конечно же, к нам на вебинары, а также заходите к нам в инстаграм-аккаунт, нам будет очень приятно. И до новых встреч!